Добрый день, дорогие друзья, жители Днепропетровской области. Я дам краткую информацию о состоянии дел в области, в том числе о состоянии позиций с театра военных действий, для того, чтобы у всех было понимание, как обстоят дела. Кратко могу сказать, что в области все стабильно. На месте находится 24 на 7 глава ВЦА Резниченко Валентин Михайлович, который осуществляет основную деятельность по координации всех штабов, включая военные. Также находится мэр города, который занимается коммунальным хозяйством города, мэр и других городов, занимаются своими обязанностями тоже. Глава облсовета, все на месте, все работают, и я тоже на работе, как глава штаба обороны. В двух словах, новости с театра военных действий. Значит, противник достаточно активно занимает Херсонскую область. Сейчас накопил группировку войск на трех направлениях. Это Нововоронцовка, это Валыко-Александровка и это Архангельская. То есть, очевидно, у противника были планы совершить удар в направлении Никополя, для того, чтобы ближе подойти к направлению Запорожья. Но здесь достаточно укрепленный район по Зеленодольску, по Кривому Рогу, по Инкульцу. Там работает Александр Вилку, он достаточно мощно держит оборону. Были три дня подряд боестолкновения. Могу сказать, что при поддержке авиации и артиллерии наши войска разбили примерно колонны на уровне 120-150 машин техники, которые там есть у противника. И противник был опять отброшен на дальние рубежи. Поэтому здесь ситуация стабильная. Мы, как и говорили, не подпускаем российские войска к границам области. То же самое на этом направлении. Противник закреплен в пологах Куйбышева. И пока его продвижение дальше остановлено. По имеющимся данным, сегодня российские войска начинают переходить в оборону на этих рубежах и в оборону на этих рубежах. Это говорит о том, что пока что у них недостаточно сил, чтобы продолжать наступательную операцию в этих районах. Соответственно, могу заверить всех жителей области города Днепр и других городов, которые в нашей области, что мы достаточно имели время, чтобы подготовиться, в отличие от других областей, в отличие от Запорожской, Херсонской области, где не были готовы фортификационные сооружения, где не осуществлялся должным образом призыв и в терроборону, и в войска. И, соответственно, очевидно, они пропустили эти войска, они шли там беспрепятственно, не имея никакого сопротивления, кроме сопротивления гражданских лиц, которые мы все видели. Однако это не очень эффективно. Поэтому область сегодня надежно защищена по всему периметру, по всему периметру, по всем своим границам. На сегодняшний день область фактически на себе держит три фронта. Это Южный фронт, где находятся российские войска, это ООС, там, где находится крупная группировка украинских войск, и которую пытаются окружить оккупационные войска, российские войска. И мы также держим северное направление в районе Лозовой, в районе нашей области, для того, чтобы войска противника, которые прорываются к Харькову, не могли, так сказать, спуститься вниз и перерезать нам линию ООС. Ситуация стабильная. Мы достаточно твердо стоим на ногах. У нас накоплено достаточное количество, достаточный контингент войск в Днепропетровской области. Вы видите, что также уже работает противовоздушная оборона, сбиваются ракеты. Есть, могу выразить по этому поводу, некий оптимизм для людей, которые остаются в своих домах и в своих квартирах. Пока мы делаем все для того, чтобы надежно защитить область, защитить фронты, для того, чтобы противник не смог перерезать коммуникации между нашими войсками и, соответственно, снабдить всех по их потребностям и питанием, и медикаментами. Также мы принимаем очень много переселенцев, которых мы пытаемся транзитировать и отправлять дальше в Западную Украину. Могу напомнить женщинам и детям, которые остаются еще в Днепре, в других городах области, о том, что на всех вокзалах работают эвакуационные поезда. У вас есть возможность эвакуироваться, нет никаких очередей, везде порядок, везде дежурят волонтеры, помогают людям нормально, комфортно сесть в поезд. Еще раз хочу подтвердить о том, что ситуация стабильна, мы уверены в своих силах на сегодняшний день, уверен, что победа будет за нами.